Один мудрый человек сказал, чтобы предоставлять превосходные услуги, требуются превосходные сотрудники. Поэтому, став тем лидером контакт-центра, я задалась целью сделать каждого сотрудника лучшим в своем деле, а качество нашего сервиса таким, что превосходит все ожидания клиентов. Здравствуйте, меня зовут Юлия, и я наставник. Для успешной реализации этого проекта я использую набор инструментов, который одинаково хорош как для работы с новичками, так и для опытных сотрудников. Я регулярно анализирую звонки консультантов, применяю метод параллельного прослушивания сайт-бай-сайт, по результатам которого мне удалось сформировать систему индивидуальных встреч с сотрудниками, во время которых мы обсуждаем их достижения, анализируем допущенные ошибки, а также составляем план дальнейшего развития сотрудника. Стоит отметить, что обратная связь предоставляется в виде мотивационно-развивающего комментариев, основой которого есть формула AID, где A соответствует действиям сотрудника, I – оказанному им влиянию, а D – поиску альтернатив и улучшений. Повысить эффективность работы колл-центра мне также помогают всевозможные тренинги, коучинг, командные соревнования и разработка тестовых заданий. Такой подход дает свой результат. Команда стабильно демонстрирует высокое качество обслуживания клиентов – 94-95%, при глобально установленном значении – 90%. Десятки благодарностей тому подтверждения. Работа над качеством звонков позитивно сказалась и на продажах отдела. Командный показатель за последние полгода вырос с 14 до 24%. У нас продавать может каждый. Но каких бы высот мы ни достигали, основой всему есть человеческие взаимоотношения. Поэтому моей задачей как тим-лидера есть обеспечение в отделе атмосферы доброжелательности и открытости. А помогает мне в этом перформанс-диалог – ежедневная пятиминутка, во время которой мы с коллегами обмениваемся важной информацией, составляем план действий на грядущую неделю или же просто шутим. Помимо работы мы умеем и здорово веселиться. Тематические пятницы – Customer Service Week – это уникальная возможность пробудить в коллегах креативность и дать волю их фантазии. Новым сотрудникам такие мероприятия позволяют быстрее влиться в коллектив. Ввиду всего сказанного, можем сделать вывод, что текучесть персонала – это не про нас. За последние полугодия она составила всего 4%. В завершении хотелось бы отметить, что наставничество – это не просто моя работа, это часть моей жизни, которая выходит далеко за границей карьерных устремлений. Для меня это возможность поддерживать успех других, помогая, советуя и сопереживая. Спасибо за внимание. Продолжение следует...